Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Не трезвый за рулем, да еще на угнанной машине в Магнитогорске полицейские задержали автовора. Еще одной благоустроенной территории станет больше. В сквере молодежном завершаются масштабные работы. При скользком преимуществе и при привесе в две шайбы Магнитогорский металлург одержал третью победу подряд. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Магнитогорск отпраздновал День Учителя. Праздник, посвященный этому событию, состоялся в стенах Левобережного дворца культуры металлургов. Он был организован для педагогов промышленного округа номер 29 по инициативе депутата законодательного собрания области Алексея Коваленко. В адрес представителей самой светлой, доброй и сложной профессии на мероприятии звучали искренние слова благодарности и пожелания. Подобная встреча уже проходила год назад. Алексей Коваленко тогда только избрался депутатом законодательного собрания области по 29 округу. По случаю Дня Учителя Алексей Юрьевич собрал представителей педагогического состава в стенах Левобережного дворца культуры. Представил команду единомышленников и пообещал, что такие мероприятия станут традицией. Слово сдержал. Спустя ровно год для педагогов и директоров школы вновь организован праздник с яркими концертными номерами и, конечно, с поздравлениями. Во все времена профессия учителя оставалась самой важной, ведь именно вы стоите у истоков формирования личности. Я поздравляю вас и благодарю за ваш труд, за преданность нашей профессии, желаю вам творческих успехов. Я просто представляю, какое надо иметь мужество в наше время, чтобы быть учителем. Потому что вы не только свои знания детям даете, но вольно или невольно вы их учите жить, учите оценивать окружающий мир. Неский поклон вам за доброту, за ту сердечность, за ваш профессионализм, с которым вы относитесь к своему трудбу. Особое славо уважения ветеранам образовательной системы. Сам Алексей Коваленко на празднике присутствовать не смог. Его помощник Федор Наследов от лица депутата поздравил всех присутствующих. Отметил, что профессия учителя одна из самых светлых и добрых. И пожелал педагогам, хороших учеников и адекватных родителей. В предмерии дня учителя, конечно, хочется сказать слова, во-первых, благодарности учителям. Потому что они нас, нерадивых учеников, ведут по дороге знаний. Все 10 лет, когда мы учились, сейчас 11 лет. Они дают путевку в жизнь. Они дарят нам знания, которые мы используем как фундамент в жизни на протяжении всех лет. Среди учителей не бывает случайных людей. Об этом также говорили со сцены. Директор школы номер 47 Ольга Пелех рассказывает, она мечтала о профессии педагога с детства. Профессия очень непростая. Профессия сложная. И год от года мы чувствуем усложнение в этой профессии, потому что идет смена поколения. Цифровой мир, он меняет людей. Меняет людей разного возраста. Должен меняться и учитель. Но в то же время это очень интересная профессия, потому что те эмоции, которые мы получаем от результативного общения с детьми, ни одна больше профессия не дает. Педагоги отметили, депутат Алексей Коваленко за год работы в округе оказал школам весомую поддержку. Алексей Юрьевич у нас относительно молодой депутат. Но с самого первого начала, с самого первого дня школы – это его приоритет. И вообще, мне кажется, у этого человека учитель на особом пьедестале. Потому что столько уважения, столько почитания учительской профессии, наверное, редко можно услышать в наше сегодняшнее время. Ну и кроме того, этот человек всегда распахнут для диалога. Он всегда готов нам помочь. И он, его помощники всегда знают о проблемах школы и стараются их решить. Я, во-первых, год второй работаю в школе, в 42-й директором. И за этот период Алексей Юрьевич оказывал большую материальную помощь. В этом году мы получили четыре проектора, два ноутбука, Wi-Fi роутеры. То есть все для образовательного процесса. Плюс город выделяет достаточное количество средств на материальное оборудование. Сотрудничество с депутатом продолжится и в следующем году. Как и такие праздничные встречи, помощь школам уже стала хорошей, доброй традицией. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания, ТВИН. Продолжаем программу. С 7 по 14 октября в нашем городе состоится знаковое для всего региона событие. 11-я международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения». Тема форума в этом году звучит так. «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего. Образ будущего». В рамках чтений пройдет 38 мероприятий, в том числе дискуссионные площадки, секции с докладами, мастер-классы, лекции, семинары, концерты, духовные музыки. Традиционно организаторами просветительского форума выступает «Магнитогорская епархия», «Администрация города» и «МГТУ». Подробности предстоящего мероприятия они рассказали на специально созванной пресс-конференции. «Петровские образовательные чтения» – это крупный общественно-церковный образовательный форум, который проводится в Магнитогорске с 2013 года. Название форума связано с жизнью и духовным наследием священномученика Петра Крутицкого. Он возглавлял Русскую Православную Церковь, самое сложное в истории России время – с 1925 по 1936 годы прошлого века. На протяжении десятилетней истории чтений темы для обсуждения предлагались самые разные, но объединенные одной идеей. Дальнейшее движение вперед в духовно-нравственной сфере возможно только с опорой на глубокие системные знания, в том числе накопленные Русской Православной Церковью за более чем тысячелетнюю историю православия в России. В этом году «Петровские чтения» за время своего существования впервые получили поддержку губернатора Челябинской области. Это для организаторов, я думаю, является таким вот знаком того, что все-таки «Петровские чтения», они действительно являются важным форумом в жизни Южного Урала. И те цели, которые преследуют организаторы и участники конференции, они достигают своих необходимых высот. Действительно, планка требований к себе у организаторов форума, как и цели мероприятия, достаточно высокие. Основные доклады и их обсуждения будут проходить в области фундаментальных наук, роль которых – дать фундамент для появления конкретики. На появление в итоге форума новых методических рекомендаций для городских педагогов и деятелей культуры очень надеются в муниципалитете. По итогу будет форума по Петровским чтениям, выпущен сборник, который будет уже иметь практическое применение в наших общеобразовательных всех школах. Также МГТУ подключится у нас. Ну, я думаю, что и у нас профтехобразование также в этой связи тоже будет. Поэтому здесь в большей степени мы преследуем все-таки более практичную, да, практическую часть, которую могут воспользоваться как и наши педагоги, так и наши студенты и ученики. Систематизацией всего прозвучавшего на чтениях, приданию информации комплексного формата и научного подхода займутся ученые и преподаватели МГТУ. Сегодня университет славится мощнейшей гуманитарной составляющей. Традиционно поддержку форуму оказывает Магнитогорский металлургический комбинат «Консерватория». Часть мероприятий пройдет в Верхнеуральске, где принял мученическую смерть тот, чьим именем назван форум. Игорь Гурьянов, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ. Живая легенда русской весны и СВО, сербский снайпер Диян Берич побывал с рабочим визитом в Магнитогорске и встретился с горожанами. В стенах общественно-политического центра несколько десятков патриотично настроенных магнитогорцев, засыпали гости вопросами, на которые капитан запаса армии ДНР обстоятельно ответил. На родине ему грозит 17 лет тюрьмы, но он глубоко убежден, что если наша страна проиграет в противостоянии с блоком НАТО, то дни его любимой Сербии сочтены. Снайпер – работа тихая и деликатная. Специалисты этой воинской профессии не особые любители светиться в кадре. Однако сегодня позывной Дека своего рода бренд. Упоминание о сербском снайпере можно найти и в Википедии, и в прессе. Посетить Магнитогорск давно было у него в планах. Друзья с Сергеем Пускипалисом, они предполагали приехать в бою, но случилось то, что случилось. Второй мотив для визита – объемы и качества гуманитарной помощи, идущие в зону СВО из нашего города. Прежде всего тот ассортимент, который позволяет вести умную войну, сберегая жизни бойцов. Квадрокоптеры и антидроновые ружья, тепловизоры и ночные прицелы – все это на передовой расходный материал, а значит требующий постоянного пополнения. В войне можно просто воевать, а можно воевать и с умом, чтобы не терять людей, чтобы спасать жизни, потому что это не важно, сколько ты убьешь врагов, если у тебя потребуют больше. Надо стараться максимально сохранить и свой личный состав, а нанести максимальный урон врагу. Казалось бы, азбучные истины не только для опытных бойцов, но когда их произносит человек, привыкший видеть результат своей работы через мощную оптику прицела, все сказанное наполняется, да, жестокими, но очень правдивыми смыслами. Профессиональный параметр снайпера – не хорошее зрение, а психологическая устойчивость. Дека невозмутим, как его почти двойник из фильмов про индейцев, ровным тоном, без особых эмоциональных всплесков. Деян рассказывает вещи, от которых у неподготовленного зрителя волосы встанут дыбом. Любая война – это совершенно другая реальность, привыкать к ней или нет – вопрос громадный и открытый. Сегодня, говорит Дека, ситуация на фронте изменилась по сравнению с весной 2022 года кардинальным образом, во многом за счет тыловой поддержки. В России очень много умных людей, которые начали сами, вот, кустарным производством, делати разные дроны, вот, делати сетки, которые, вот, очень много значений передавой. Несколько дней назад встретил себя с человеком, который посмотрел один от моих интервьюа, и после этого решил сделать накидки за снайперов, которые не видят тепловизионные камеры, тепловизионные представители. У меня не было времени, я просто дал командиру, он увез на фронт, и сейчас ребята их попробуют там. Серьезный человек, занимающийся очень серьезным делом, не лишен чувства юмора. Так, отвечая на вопрос, делают ли современные снайперы насечки на прикладах, он отшутился, заметив, что приклад слишком маленький, еще и из прочного пластика. Но учет работы, конечно, есть. Также он пообещал познакомиться с боевой биографией нашего земляка, легендарного сталинградского снайпера Василия Зайцева. Игорь Гурьянов, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИД. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяного водителя, который катался на угнанной машине. Для хозяина транспортного средства сообщение о поимке вора стало полной неожиданностью. Владелец даже не знал, что авто украли. О том, что в его дворе был угнан автомобиль, в полицию сообщил житель одного из домов по улице Набережной. Мужчина рассказал, что злоумышленник кирпичом выбил боковое стекло машины, вскрыл ее, быстро завел и уехал. Сообщение о происшествии было передано сотрудникам патрульно-постовой службы. Во время принятия этой заявки увидели данный автомобиль с разбитым стеклом, с пробитым колесом, который направлялся в сторону улицы Московской. Было принято решение данного гражданина остановить, спросить документы, куда они направляются и где проживают. Была опасность в том, что у них было пробитое переднее правое колесо. Они не создавали угрозу для других граждан. В остановленной машине сотрудники ППС обнаружили двух пассажиров. Водителем оказался нигде не работающий 35-летний житель Кизельского района. Водитель пояснил, что он купил у гражданина этот автомобиль за 40 тысяч рублей. Все, документов у него никаких при себе не было, ни договора купли-продажи, ни документов на машину. То есть, вот нами, о чем было доложено в дежурную часть отдела полиции Ленинской, на место прибыли коллеги из ГАИ. Установили личность хозяина данного автомобиля, связались с ним. Он пояснил, что машину никому не продавал, еще даже не был в курсе, что ее угнали на тот момент. Позже подозреваемый признался, что автомобиль угнал. Мужчина пояснил, что он взял этот автомобиль покататься. Не хотел с ним ничего делать. Так как ранее он пояснил, что он выпивал, решил поразвлекаться, покататься на автомобиле. У гражданина это уже получается рецидив. Не первый раз угоняет автомобили. Все ранее привлекался по этой уголовной статье. Отделом дознания территориального отдела полиции Правобережной было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание указанной части статьи – это лишение свободы сроком до 5 лет. Также за неуполнение требований о прохождении мета-свидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный помещен в специальный приемник для административно задержанных лиц. Что касается угнанного автомобиля, то он уже возвращен владельцу. Стоит отметить, что с начала года уже было зафиксировано 24 случая угона автомобилей. Большинство из этих правонарушений также раскрыто по горячим следам. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. На площадках предприятия «Евросервис» будет создан медиа-центр. Об этом заявил руководитель компании Евгений Могулевцев. В настоящий момент идет наладка монтажного и съемочного оборудования. Про полноценный контент говорить еще рано, но основные векторы работы медиа-центра уже обозначены. Это актуальная справочная религиозная познавательная информация. Обсуждается также формат, в котором публичному обсуждению будут подвергнуты действия недобросовестных агентов. И в целом коррупционные цепочки, сопровождающие похоронную сферу до сих пор. Игорь Гурьянов продолжит тему. До полной готовности аппаратной остаются считанные дни. Готовится и съемочный павильон. Первый корпоративный вопрос был с повесткой снят сразу же. Медиа-центр, по утверждению Могулевцева, не будет дублировать контент ни нашей телекомпании, ни других СМИ. Мы будем идти параллельными курсами, временами пересекая информационные потоки. Их много. От ознакомления с православными традициями погребения до придания огласки случаев коррупции, хамства и прямого мошенничества. Главное преимущество центра перед другими ресурсами – его свобода от жанровых ограничений и жестких новостных форматов. Мы с сожалением должны констатировать, говорит эксперт с 35-летним стажем работы, что люди практически ничего не знают о том, как правильно должны быть организованы похороны, какие шаги предпринимать в самый сложный момент, а какие нет. Словом, работы у монтажных комплексов центра хватит. Работа медиа-центра сможет повлиять на какие-то глобальные процессы. Ну, давайте говорить прямо, сможет ли работа вашего медиа-центра остановить коррупцию в том числе? Вопрос коррупции, он такой довольно актуальный, потому что на адреса приезжают ритуальные агенты, и люди не понимают даже, откуда они появились. Так как ритуальный агент четко понимает, что нужно делать с человеком в трудную минуту, и, грубо говоря, он использует эту ситуацию для своего какого-то обогащения. Когда озвученные еще десятки негативных факторов, сопровождающих похоронную отрасль, исчезнут из поля зрения, то и новости из этой сферы займут свою нишу в рубрике «Культура», а не в разделе «Криминальные хроники». Это вопрос недалекого, но все же будущего. Пока же порядок нужно наводить на земле, помогать людям. И здесь мы выходим еще на один вектор работы медиа-центра – фильмы памяти. Услуга уже существует, пользуется популярностью. С началом полноценной работы медиа-ресурса она получит новое развитие. В рамках этого проекта мы хотим обратить особое внимание на такую услугу, как фильм памяти. Это возможность воссоздать все значимые события из жизни ушедшего близкого человека и хранить эти воспоминания вечно. И, конечно же, хотелось напомнить о нашей основной задаче, которая направлена на наведение порядка на кладбище. Для этого у нас предусмотрена скидка 50% на все памятники и кованые ограды, плюс рассрочка до 12 месяцев. Рассрочка предоставляется от компании. Те, кто решит заказать благоустройство захоронения до конца октября, результат получат до наступления зимы. Более подробная информация о социальных акциях Евросервиса по телефону помощи, который сопровождал наш рассказ. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Другим темам. Он не победил в народном голосовании, но заслужил внимание чиновников. Сквер молодежный в Орджоникидзевском районе буквально за месяц заметно преобразился. Что стало причиной обновления, расскажет Елена Старостина. Первые преображения в сквере молодежном прошли еще этой весной, когда по периметру впервые за 30 с лишним лет были установлены светильники. А еще спустя немного времени выяснилось, сквер получит дополнительное финансирование на ремонт и преображение. На голосовании он занял второе место. Мы должны были реализовать одну территорию, сквер ветеранов, но дополнительно было принято еще решение, выделено средство, чтобы реализовать еще и второе место. Речь о программе формирования комфортной городской среды. Теперь же ремонтные работы идут благодаря реализации областной программы благоустройства общественных территорий. На средства из регионального бюджета в сквере площадью 14,5 тысяч квадратных метров будет заменен асфальт на территории в 4,5 тысяч квадратов. Работать начали в конце августа. Завершить планируют к середине ноября. Сейчас уже процентов на 60-65 работы все выполнены. Идется полным ходом у нас подготовка под асфальт. То есть сейчас они это закончат и одним махом асфальтируют все дорожки. Появятся здесь две площадки – детская и спортивная, скамейки, урны, а весной будут засажены цветами клумбы. Однако не обошлось и без своей ложки дегтя. Отремонтировать молодежный полностью рабочим не удастся. Нетронутым остается небольшой участок перед улицей Советской. Далее идет эта территория многоквартирного дома уже. Поэтому за бюджетные деньги мы не имеем права. Чтобы избавить сквер от неприглядной незавершенности, ему могут помочь сами жители. Для этого стоит принять участие в программе инициативного бюджетирования. Заявки принимаются до 1 ноября. И в случае победы сквер молодежный сможет обрести завершенный вид. Елена Старостина, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». Вступили в силу новые требования к контролю за домашними животными. Теперь для пересечения границ стран участник таможенного союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России – необходимо предъявить ветеринарный паспорт установленного образца. Ужесточение правил провоза направлено на недопущение возможного заноса и распространения опасных заболеваний. Что это за документы, как его получить, расскажем в нашем сюжете. В этом году Александра Кошкина и ее лабрадур Ричи не смогли попасть к родственникам в Казахстан. Ну, такая неожиданность для нас, что просто не пустили на границу, как бы за границу, потому что ветпаспорт не соответствовал требованиям таможенного союза и отправили обратно. Тот паспорт, с которым нас не пропустили, мы брали, завели и ввели его в частной ветеринарной клинике. И он был оформлен неправильно. Чтобы перевозить питомцев в поездах и на самолетах, а также пересечь границу России, животные должны иметь ветпаспорт установленного образца. В документ заносят данные о профилактических прививках, антипаразитарных мероприятиях, ветеринарных осмотрах и выдаче ветеринарных свидетельств. Также обязательным является чипирование животного. То есть у животного должен быть либо чип, либо клеймо, то есть татуировка. Для идентификации животного, чтобы невозможно было подменить животное, чтобы оно соответствовало выданному паспорту. И что действительно это животное, вот паспорт выдан этому животному, тут вклеивается наклейка со штрих-кодом для чипа. И, соответственно, такой же чип стоит у животного. Все эти меры должны помочь установить более жесткий контроль за обязательными вакцинациями от бешенства и других опасных заболеваний. По времени изготовления ветпаспорта процедура не очень длительная. Мы выезжаем на выставки, мы выезжаем за границу, везде это сейчас просят, требуют. Приходим, оформляем, делаем все прививки, приносим животное, приводим животное. Все нам ставят, проставляют, делают полностью клинический осмотр производят животного. То есть никаких трудностей нет? Нет, вполне. Это может сделать каждый. В любое для человека удобное время. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. К другим темам. У магнитогорцев появилась уникальная возможность приобрести зимнюю и демисезонную одежду европейских брендов по приемлемым ценам. Компания Орсогрупп, лидер по реализации топовых брендов верхней одежды в России, организовала в нашем городе выставку. На ней представлены разнообразные модели от пуховиков, предназначенных для суровых морозов, до легких модных кожаных курток со скидкой до 70%. Лилия Леонтьева – работник культуры, руководитель модельного агентства. Трудится во Дворце культуры имени Орджоникидзе. Говорит, в связи с ее родом деятельности, она всегда обязана быть, что называется, при параде. А поскольку Лилия еще и любительница долгих пеших прогулок, зимняя вещь, согласно ее требованиям, должна быть очень теплой, чтобы не замерзнуть, надев под куртку только легкую блузку. Я покупаю этот пуховик, потому что мне очень нравится цвет, во-первых. Мне нравится легкость этого пуховика, мне нравится капюшон с потрясающим мехом. И я даже в этом магазине, на норвежской выставке, находясь уже достаточно долгое время в этом пуховике, я не ощущаю, что мне, например, очень жарко. Вот и думаю, что выйдя на улицу зимой, мне не будет холодно. Флагман выставки – женские и мужские куртки норвежской фирмы Björn Larsen. Модные и очень теплые, по морозостойкости они выдерживают до минус 35 градусов, благодаря инновационному наполнителю Dupont Sorona. Он в полтора раза теплее, чем пух-перо. Такой пуховик легкий, и его можно стирать в машинке. Также у каждой модели имеется встроенный термоконтроль. Это свидетельствует о том, что ее обладателю будет комфортно и в помещении, и на улице при любой температуре. Еще один немаловажный момент – зимние куртки можно купить со скидками до 70%. Я сначала зашла на сайт, посмотрела цены на сайте, какие они здесь. Потом пришла в этот магазин. Приятно удивилась, что здесь действительно оказалось дешевле. Ну, естественно, просто взять не могла, я проверила по QR-коду. Ну, навела, проверила, у меня вышла ссылка на сайт. Соответственно, я успокоилась, вещь настоящая. Из-за санкции повышения курса доллара и евро норвежская компания Björr Larsen на сегодняшний день покидает российский рынок. В связи с тем, что сейчас граница закрыта, а товарный остаток элементарно не вывести со складов, компании было принято решение все единичные модели распродать в вашем городе со скидками в 2-3 раза бюджетнее, чем они были представлены в бутиках. То, что на выставке представлен оригинальный норвежский бренд, можно легко проверить. На каждой модели есть QR-код. Если навести на него телефон, выйдет официальный сайт компании, где можно подробнее ознакомиться с товаром. Вторая флагманская мужская модель – это норвежский волк, парка. Полностью по внутренней стороне идёт меховая шкура волка. Данная модель по морозостойкости выдерживает до минус 65 градусов. Эта шкура отстёгивается, представлены замочки, и у вас, по сути, остаётся как парка-ветровка на весну или осень. На выставке также огромный выбор модных дублёнок, стильных шуб и курток из натуральной кожи. Здесь есть, где разгуляться и модницам, и любителям добротной тёплой одежды. Выставка работает ежедневно в Магнитогорске по адресу Ленина, 25, а также в других городах Челябинской области до 8 октября. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд. Нефтехимик снова не сумел найти веских аргументов против лидера «Востока». Однако путь к выигрышу получился для подопечных Андрея Разина более сложным, чем в предыдущей встрече. Хозяева даже уступали в счёте, но превосходство в классе позволило перевернуть ход матча. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Играть второй матч за три дня против одного и того же соперника – задача порой нелёгкая. Особенно если первую встречу ты выиграл с разгромным счётом 8-3. Этот поединок гости начали строго и даже сумели выйти вперёд. Произошло это, правда, не благодаря мастерству нижнекамцев, а за счёт невероятного везения. Хохлов-Падугев бросил шайбу со своей половины поля, она несколько раз ударилась о лёд и при последнем касании резко изменила траекторию. Александр Судницын к столь неожиданному повороту оказался не готов. Сделали ход конём, наверное, да, Сашку Судницына поставили. Он долго не играл, поэтому попросили ребят помочь ему. Вот, конечно, пропустили курьёзный гол. Вот, но такое бывает. И я рад, что Сашка после этого собрался и в нужный момент нас подтащил. Ещё до того, как Судницын начал совершать важнейшие спасения, его партнёры перевернули ход матча. Тон задало первое звено, в котором болельщики неожиданно увидели связку из молодёжной лиги Гребёнкин-Грасс вместе с канадцем Ди. Гребёнкин, получив пас от Алексея Маклюкова, протащил шайбу вглубь чужой зоны и выдал отменную передачу Грассу. А Ди из-за толчка соперника потерял равновесие и врезался во вратаря, помешав ему среагировать на классный бросок. По новым правилам, такие голы засчитываются. Для 19-летнего Михаила Грасса это была уже вторая шайба за три матча в КХЛ. Состояние, что ты игрок первого звена, я думаю, что вдохновляет, окрыляет, немножко придаёт уверенность. Я думаю, что сегодня это и произошло. То, что Мишка забил, молодец, но сегодня мне больше Гребёнкин понравился. Вся магнитогорская молодёжь в этот вечер заслужила похвалы. На экваторе матча «Металлук» с первой же попытки реализовал большинство. Ассистентские баллы заработали Григорий Дронов и Никита Михайлес. Роскошной передачей последнего мастерски воспользовался Данила Юров, который не мог забить семь игр. На 46-й минуте великолепный розыгрыш в чужой зоне провели Никита Гребёнкин, Денис Зернов и Жан Себастьян Ди. Канадский новичок «Хозяев», который на старте сезона не мог отличиться девять игр подряд, забил уже третий гол за свои последние четыре матча. А Гребёнкин впервые в сезоне оформил ассистентский дубль. После чего соперники несколько раз пытались спровоцировать молодого форварда, но он на провокации не поддался. То, что он сегодня делал всё рационально и правильно, и пришёл в результат, он два гола, можно сказать, сделал на ровном месте. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем он зацепится за такую игру, которую он сегодня показал. В заключительном отрезке Судницын отразил все 12 бросков, больше, чем за первые 40 минут. И при скользком преимуществе, и при перевесе в две шайбы он совершал очень важное спасение, став одним из главных героев матча. Счёт которого после гола Ди больше не менялся. 3-1. А победный головной убор в этот раз по праву достался Никите Гребёнкину. Мужики, ну что, уверенно, нагло, агрессивно, давайте в том же духе. До конца недели «Металлург» проведёт два домашних матча против Салавата Юлаева. Прямые трансляции смотрите в нашем эфире в пятницу в 18 часов 50 минут и в воскресенье в 16 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ. Прервала свою неудачную серию молодёжная команда «Стальные лисы». После пяти поражений подряд магнитогорцы сумели одержать долгожданную победу над «Авто». Как это было, расскажем далее. Три очка из десяти возможных и ни одной победы. Таким был результат предыдущих двух недель. Но в этот вечер лисы провели игру уверенно и закономерно добились успеха. Счёт на 11-й минуте открыл Борис Осипович, блеснув индивидуальным мастерством при реализации численного преимущества. Хозяева ответили своим голом в большинстве на исходе 25-й минуты. Однако ещё до второго перерыва магнитогорцы предопределили исход матча. Сначала результативную атаку провели новобранцы МХЛ. Алексей Ольшевский сделал передачу, Игорь Нечаев нанёс первый бросок, а Никита Куричев великолепно в падении отправил шайбу в ворота, открыв свой снайперский счёт в лиге. Вскоре после передачи Ярослава Мухранова Артём Кузякин совершил классный рейд по чужой зоне и увенчал его отменным пасом на пустой угол. Кирилл Плохов не промахнулся. Под занавес периода Мухранов оформил ассистентский дубль. Очередной балл заработал капитан гостей Андрей Козлов. Но главным героем эпизода стал Матвей Онищенко. В прошлом сезоне за 17 игр он сделал всего две передачи. Столько же он совершил и в восьми матчах нынешнего чемпионата. А в девятом, наконец, забил свой дебютный гол в МХЛ. По-настоящему трудовой. На 55-й минуте хозяева получили право сыграть в большинстве, заменили галкипера и в расстановке 6 на 4 сократили отставание. Концовку они также провели с пустыми воротами, но 17-летний вратарь лисов Альберт Уткин больше не пропустил и одержал свою первую победу в молодёжной лиге. 2-4. Выездное турне Магитогорцев продолжится матчами в Новокузнецке и Красноярске 9 и 12 октября. Павел Зайцев, телекомпания ТВН. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдёте в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 6 октября. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok